канал в YouTube, так и в Zoom. Друзья, готовьте вопросы. А Светочка, Светочка у нас, да, супервумен, автоном. Мы тебя приветствуем, Светолия. Как дела? Что произошло за неделю? Ой, я тоже вас всех приветствую. Что произошло за неделю? Ну, такого особо ничего не произошло, чтобы могла там прям совсем похвастаться. Но могу сказать, что сейчас так получилось, что, видимо, такой период какой-то, я не знаю, может быть, у меня так как-то вот откликнулось, что сейчас у меня получается очень много людей. Ну, как очень много? Для меня много. У меня сейчас шесть человек, вот седьмая, наверное, будет девочка, тоже с онкологией, вот, обращаются с онкологией. И могу сказать, что если мы начинаем прорабатывать себя, потому что онкология, что такое онкология? Мы же, у нас же клетки, клетки, они как бы как все единые, наверное, да? Нет такого, что вот эти вот раковые клетки, вот это вот клетки там, грипп, что грипп ковидный там, еще что-то. У нас есть клетки, и у нас есть, как ни крути, есть паттерн поведения, который мы несем от мам, от бабушек, от прабабушек. Это те моменты, которые мы по каким-либо причинам не прорабатывали в свое время. И у нас как будто бы как пружина, наверное, в нас она сидит, вот эти вот непроработанные моменты. И мы все их сжимаем, сжимаем, сжимаем до какого-то определенного момента. И если люди не могут это вскрыть, это высказать, это выплеснуть, это как-то разобраться с собой, решить с собой, откладывают это все в дальний ящик по каким-то причинам. Либо просто есть такие люди, которые не хотят лишний раз о себе говорить, им кажется, ну что я буду там свои какие-то проблемы вытаскивать наружу. Я лучше посижу, помолчу. И вот этот вот негатив, вот так назовем, он остается в нас. И в какой-то момент он выстреливает. И выстреливает как? Выстреливает, как правило, в какую-нибудь болезнь. И эта болезнь, она как раз и выражается, наверное, не потому что у нас какие-то клетки объявились, а это выражается в том, что у нас некоторые из клеток как бы взбесились, да, если посмотреть на эти клетки, если есть вот такая вот возможность, чтобы просто углубиться в самого человека, углубиться в самого себя, углубиться в человека, который на сегодняшний день по каким-то причинам страдает онкологией, то это именно те клетки, которые в хаотичном порядке начинают развиваться. И чтобы эти клеточки убрать, их как? Их убрать совсем не получится, потому что это наши клетки нашего организма. Мы можем не просто их убрать, а мы можем их как бы немножечко внутри себя успокоить. Успокоить как? Либо мы вытаскиваем эти закапсулированные наши страхи, наши обиды, наши недоговоренности, наше поведение, которое передалось нам от наших родственников. И начинаем этот клубочек раскручивать. Когда мы начинаем этот клубок раскручивать, то наше тело понимает, что как бы, ну, уже не так удобно. Это болезнь для человека, который там либо в лежачем состоянии уже, либо просто болен. И тогда мы уже начинаем эти, убирать эти клеточки. Это уже другим способом она как-то, я даже не знаю, как это правильно сказать. Не то, что другим способом, а по-иному это убирается. И когда вот, когда человек начинает себя открывать, когда человек начинает заниматься сам собой, когда человек начинает раскрываться перед самим собой, он вступает в такую как бы гармонию с самим собой. И когда он вступает в эту гармонию с сам собой, то у него вот эти вот клетки, которые сошли с ума, их так назовем, да, раковые, они начинают успокаиваться. И когда они успокаиваются, начинается как раз вот этот вот период, когда болезнь отступает. Это я вам говорю не медицинским языком, да, так, как я это вижу. И когда вот эта болезнь начинает, когда мы начинаем успокаиваться, когда мы начинаем гармонизироваться с самим собой, то эти клеточки у нас бешеные. Они как бы успокаиваются. И со временем здоровые клетки преобладают над вот этими, в которых уже была заложена вот эта вот предрасположенность, так скажем. И они постепенно у нас отходят. Но это может случиться абсолютно с каждым. То есть у нас же нет такого, как говорят, предрасположенность к раку, потому что раковые клетки есть у всех. Это не раковые клетки, это клетки, которые повели себя иным образом. Именно поэтому это одно из немногих заболеваний, онкология, которая лечится самим человеком. И лечится самим человеком достаточно успешно. И если мы еще будем помогать себе сухими днями, то это будет вообще здорово. Но у меня есть две девочки, которые не могут сейчас пока выйти на сухие дни, потому что как только они убирают таблетки, у них сразу же открывается кровотечение. И могу, наверное, сказать, что у одной девочки она уже немножечко, ну как немножечко, достаточно множечко проработав себя, она уже начала вставать, она начала ходить. Скоро она начнет уже танцевать и бегать. Я могу скинуть вам в своем инстаграме, выложить в сториз ее рисунки, которые она делает. Когда мы начали прорисовывать ее, ее гуляющую, ее радующуюся. Это невероятные рисунки, то, что у человека идет изнутри. И хотела бы, наверное, еще обратиться ко всем. Ребят, если вы думаете, что у вас какая-то безнадежная болезнь, если вы думаете, что у вас какая-то такая сложная ситуация, с которой нет выхода, выход всегда есть, и он всегда заложен в вас. Если вы начнете научитесь присутствовать уму себя, то это будет очень здорово. Вы решение вообще всех-всех-всех ваших вопросов, которые только у вас есть. Вы есть то для себя, что вы можете из любой болезни себя вытащить, из любой ситуации. Вы настолько всемогущие, вы настолько полны любви, только дайте этой любви выйти, и тогда будет вообще все замечательно. Очень прекрасное начало, Светочка, очень оптимистичное, потому что я несколько дней уже со своей подругой под впечатлением и словила себя в том, что я бессильна, я абсолютно не знала, чем помочь ей, и я все, что могла сделать, отправила в твое видео. И я очень рада, что вы начали общение, что Марина на завтра настроена с тобой уже общаться, заниматься и прорабатываться. И на самом деле все в наших руках, друзья, и в нашей голове опять.